Доброе утро! Начало новой рабочей недели и да, на мне обновочки вы сейчас видите. Это то, что я купила в субботу и в Баутлетт Вилладжи я сильно ничего не нашла и поэтому мы поехали в Масим Адуте и купили из новой коллекции такой пиджак из льна и брючки из льна и у меня была блузочка тоже в Масим Адуте из льна. Да, мнется, но что делать, зато все продувается и дышит. Всем хорошего дня! На улице стоит замечательная погода, кто-то у нас там выезжает из нашего дома. Солнечно. Вот эта сторона обычно, по которой я иду в метро, она теневая. Это, конечно, спасает от жары. Давайте быстрее. Окей. Он меня то пропускает, то не пропускает. Пропустил. Хотя я не в положенном месте прохожу. Видите, вот такие здесь вежливые водители. Иду в кроссовках и нашла свою обувь летнюю. Где-то мы ее убрали в кладовку и я так поверхностно посмотрела и нашла. Чистое небо. И, в принципе, это сейчас то небо, которое должно нас сопровождать весь этот год. Потому что больше дождей. Ну, 99 процентов, что больше дождей не будет. Если только не нагонят пути самолетами, как это делают в Арабских Эмиратах. То есть искусственно вызывают дождь. Мусорки стоят по такси. Для распределения, для сортирования мусора. Ну и вот началось солнце. Пока еще, конечно, не такое жаркое. Показываю еще раз, сколько мне идти до метро. В принципе, вот дорожку перейти только и все. Моя коллега на работе спрашивает, помощница моя, что, ну, почему я пешком не хожу. Иногда спрашивает. Потому что все-таки вот от этого метро, если идти пешком до моей работы, вот этот разойдет не меньше тридцати, сорока минут. Ну, тридцать точно. Ох, надо успеть перебязать пока вот этот длинный, зеленый. Сразу показывает, сколько денег на карточке, а снимают деньги в конце. То есть, когда закончена будет ваша поездка, тогда у вас снимутся деньги с карточки. Я уже на этот паровоз, паровоз на это не успеваю. Вот он уехал благополучно. Ну, и через 2 минуты будет следующий. Вот он. Только ушел. Вот, и следующий через 2 минуты. Каждые 2 минуты они ходят. Стоимость поездки на одну станцию метро 3 дирхама по серебряной карте. Даже 2 минуты не прошло. Даже 2 минуты не прошло. Наверное, я не знаю. Ну, не может быть, что все опаздывают. В общем, я не спешу. Мы ехали домой. И смотрите, у нас на нашем месте, на парковке, стоит чужая машина. И в здании такие правила, что если стоит чужая машина, то есть машина встала не на свою парковку, парковка, напомню, включена в стоимость нашей арендной платы, то местные секьюрити блокируют колеса. И после этого хозяин машины должен будет заплатить 500 дирхам штраф. Ну, я не знаю, заплатит он или будет договариваться, но, в общем, такие здесь правила. 500 дирхам для того, чтобы разблокировали колеса. А нам сейчас предоставят другую парковку до утра, чтобы мы потом больше не переезжали. Вот такие бывают моменты. Конечно же, в этом случае люди, которые заезжают сюда и ставят машину, думая, что это бесплатная, ну, пустая парковка, никем не занята. И они, конечно, ни о каком уважении не идет речи, потому что все-таки они должны были подняться и спросить у секьюрити, какую парковку может занять. Всем доброго времени суток. И снова я с вами из Дубая. И сегодня я решила дойти до работы пешком. Я перешла дорогу, и я уже иду по GLT. Хочу посмотреть, сколько времени это займет. В принципе, наверное, когда я говорила, что полчаса, я погорячилась. Потому что тут два кластера всего пройти надо. Посмотрим. На улице замечательная погода стоит. Просто супер. А с этой стороны получается еще тенек. Если на Марине солнце, то здесь тенек. Идти приятно. Время 8 утра. Сегодня я проснулась, наверное, в начале 7-го. Поэтому я так рано вышла, и поэтому у меня есть шанс прогуляться до работы пешком. Иду вокруг. Вот впереди пиццерия. Джеймс Оливер. Буквально недавно мы оттуда заказывали пиццу. Особенно мне он нравится. Кто смотрел мои видео, знает, что я продолжаю сидеть на правильном питании. И вот из этой пиццерии я заказывала зеленую пиццу. Зеленая означает в том, что она начинка полностью из овощей. А тесто идет на цельнозерновой муке. Один кластер я уже прошла. Впереди еще один кластер. И в принципе все. Хочу посмотреть. Отсюда видно у нас дом? Да, видно. Кусочек дома видно. Ой, запах стоит маленечко. Неприятный. Вот так вот я беру вас с собой на прогулочку по Дубаю. Особенно, наверное, такая прогулочка будет приятна тем, у кого сейчас холодно. И я видела, что в России вчера, а вчера была 31 марта, выпал снег в многих районах и областях. Это, конечно, не может не огорчать. Вот думаю, может быть зайти мне взять кофе с собой. Давайте покажу себя. Плохматую. Плохматую. Как же приятно ходить в льняных вещах. Прям очень приятно. Минутка, когда я не снимала, и в принципе вот находится уже то здание, к которому мне надо подойти. Вот оно. Единственное, что сейчас нужно будет идти в обход, я так думаю, потому что здесь нету бесходного перехода. И придется идти вон до того мостика. Вон до того. Это, конечно, далеко. Далековато. Но ничего. Пойдем. Что делать? Далековато. Очень зеленый, озелененный район. Очень красиво здесь. Сделаны такие вот парки для прогулок. Ну и плюс озеро. Кстати, вот тут раньше было тоже озеро. Его засыпали и сделали парк. На велосипедах строго запрещено ездить по таким переходам. Висит знак, что нужно велосипед везти в руках. Но некоторым людям, видать, как всегда, не для них таблетки. И вот так вот медленно, гусеничкой, я поднимаюсь на мостик. Надо будет посмотреть, сколько километров я прошла от дома. Хорошая разминка, кстати, с утра. Вот как красиво. Переходик. На 15 минут мне понадобилось для того, чтобы дойти от метро до своей работы. Сейчас я хочу зайти в Zoom, я возьму кофе в Starbucks и что-нибудь на завтрак. Потому что завтракала я. На завтрак у меня еще ничего не было. На завтрак. Вот так вот захотелось мне клубники. Взяла такой органик. Взяла себе апельсиновый сок и кофе. Хорошая погода. Но мы все равно включаем кондиционер. Потому что уже 25 градусов. Жарковато. Офис с утра такой светлый. Тут у нас пицца осталась от именинника. У нас обычный именинник делится пиццей. Но вот то, что настоится всю ночь вот здесь, это, конечно, не есть хорошо. Красота. В общем, всем хорошего и хорошего дня. И я тоже буду начинать. Мы едем. Машульку сейчас повезем к стоматологу. Да, будет она посмотреть. Первая консультация у нас на установку брекетов. Посмотрим. Надеемся, что часть покроет старковка медицинская. Ну, там совершенно немножечко. Но хотя бы узнать, к чему нам стремиться, сколько это будет стоить. Чтобы сейчас, пока каникулы, мы сейчас ее обследуем и все, и посмотрим. Да, Дудь? Парка. И мы вот только что проезжали. Тут поле для скачек есть. И также большая стоит больница для лошадей, которые участвуют в скачках. И прямо на дорогу нам перебегали павлины. Их только много было. Я просто не успела взять камеру снимать. Но они прям такие огромные. Их просто там, не знаю, ну, десятки. Надо будет нам обязательно как-нибудь съездить, посмотреть. Доброе утро. Хоть здороваться с вами буду. А то вообще не успела видео снимать. А еще, знаете, у меня немного здесь комплексов. Потому что в лифте везде есть камеры. В каждом лифте. Поэтому мне немножко не по себе. Я все время улыбаюсь, когда вспоминаю, что, возможно, меня смотрит охранник. И тоже улыбается. Ах, эта девушка с камерой каждое утро. А мы наконец-то дошли до Afternoon Tea. Очень долго у нас не было Afternoon Tea. Ну, у меня-то было на 8 марта с коллегами. Но практически месяц уже не было. А с семьей у нас очень давно не было. Да, Маш? Да. Даже Ахмедушку вызвали с меня пораньше с работы. Чтобы вместе отпробовать. Мы в адрес отеля. Адрес Дубай Марина. Ждем нашего Afternoon Tea. И здесь тоже безлимитные напитки. Но чай и кофе. И можно холодный заказывать со льдом. Вот у меня холодный макиято. У Маши чай со льдом. С лимоном. Холодный. У мамули и Ахмедушки. У них просто черный чай, по-моему. Ждем наполнения. Наполнения желудков. Продолжение следует... Хороший был у нас очень был опыт здесь с чаем. Нам очень понравилось. И сейчас мы решили поехать в Аутлет Мол. Я вам скажу честно, не было по-моему, видно в Аутлет Молинер месяца два уже, может, даже три. В этом году, можно сказать, вообще мы не были в Аутлет Моле. Да, в этом году. Видите? Ты ходил на Аутлет Молин здесь, видишь? Я тут только начал спать. Видите? Как три месяца закончилось. Так что не совсем я шапоголик. Я шапоголик, но не последнего поколения. Сейчас мы ждем в свою машинку и поедем в Аутлет Мол. Как вам? Понравилось? Расскажите, чай. Да, очень. Подожди чай, Люд. Что понравилось? Понравился Аклер с публичным. Все, как всегда, было прекрасно. Все, как всегда, было прекрасно. Мама общается с Ахметушкой. Мы здесь, мама вспомнила, что мы здесь тоже. У нас здесь буфет был, Мазина, ресторане. Вот он там дальше находится. Вот он. Так что, Вера и Гюнтер, вам большой привет. Привет. Вера, Гюнтер. Вера, Гюнтер. Вера, Гюнтер. Давно мы тут не были. Идут, что-то болтают. Зашли в Колин Хан. Вот такой бренд. Здесь такие хорошие цены. Мало того, что эта обувь очень приятная. Она очень легкая, комфортная и из всевозможных материалов. И кожа, и замша, и хлопок. Вот такой вот на лето. Они прям очень легенькие. Вот эти какие цвета красивые. Вот какие красивые, беленькие. Цены? Цены вот. Столи 535, час 240. И вот тоже прям как Валентину смотрится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот красивенькие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь по акции. Одно покупаете, второе в подарок. Здесь тоже очень много красивых. Вот смотрите, какие палеточки. Красота. Мужской обуви. Причем размеры здесь прям есть большие. На 48 размер. Вот мы смотрели на моего брата. У него у вас 48. Чистые. Вот такие огромные. Большие размеры. Здесь. Мужские тоже. Мама говорит, смотрите, какая скидка здесь хорошая. Вот 465 стоили, сейчас 190. Такие. Здесь хлопочек. Здесь резина. И кожаные вставочки. А вот эти вообще летние прям дышащие. Легенькие. Тоже 190 стоит. Вот здесь кожаные. Красота. 200. 290. Да, 250. Это вот мужские, только здесь просто размеры поменьше. Так что имейте в виду, кто не знает этот бренд. Вот так называется. Еще раз покажу. Он есть в больших молах во всех. А в Адлетт Моле тоже представлена большая коллекция со скидками. И вот женская коллекция такая весенняя, легкая. Сейчас, кстати, неон опять вошел в моду. И многие бренды выпустили неоновую одежду, обувь прям яркую. Вот здесь. Это тоже можно найти. 290. 390. И вот такие есть постельные тона, красивые. Сумки, косыльки. Красота. Идем дальше. Магазин для дома. Какая ваза красивая. Или это блюдо? Блюдо? Блюдо. Жирафик. Жирафик? Жирафин. Жирафиком. Ахмедушка с моей сумочкой. Разные магазины, не только одежда. Вот есть Самсонайт, известная марка чемоданов. Сумок для путешествий. Очень качественные чемоданы. И очень большие скидки. Винчи, обувь. Джордану. Здесь мужская одежда. Есть еще... Ну вот пойдем прямо. Леди's factory. Покупаете 2 пары эко обуви и дополнительно 10% скидка. Та обувь, которая сейчас на Машеньке. Это, кстати, тоже из ЭКО. Мы с ней поменялись. У нее ножку она натерла. Поэтому я делаю ее кроссовочки. А она в моей удобной, комфортной обуви. Так, я теперь почитаю ходить пешочком. На работу, там та, конечно, обувь от ЭКО. Очень удобная. Пойдем посмотрим. Кроссовки одни. Прямо одни кроссовки. Эта модель когда-то была очень популярна, я знаю, с этими дырочками. А вот здесь есть босоножечки. Прямо такие мягенькие. В общем, кто, у кого есть обувь ЭКО, тот знает. Конечно, не все модели я понимаю. Вот на передаже эту. Но для того, чтобы ножки ваши всегда чувствовали себя комфортно, не подводили вас, лучше носить комфортную обувь. А за это придется немного переплатить. Что-то у нас Ахмедушка сегодня в телефоне, в телефоне. Вот я дуэнда. Он все смотрит вакансии. О, беленькие. Тут мы как раз их покупали. До сих пор здесь стоят. В спортивном магазинчике. И здесь очень-очень большие скидки. Смотрите, если купальники, они что-ли-290, сейчас 85. Здесь очень большой выбор купальников. Это вот такой здесь миксовый магазин. Среди множества брендов спортивных. Футболки идут от 25 дирхам. Ну, вот смотрите, какая скидка. 115 на 30. Вот. Тут много пляжной одежды, закрытых, открытых купальников. Мы сейчас в Машуле выбрали. О, это хорошо по пляжу ходить, да, и плавать. Надо посмотреть. Мы же хотели. Маша взяла себе. Покажи, какие два померить с топиками. Давно хотела. Вот. Сейчас такой пляжный сезон уже, можно сказать, начинается вовсю. Поэтому здесь можно выбрать много пляжных вещей. И сумки здесь есть, и туники. И для аквапарков есть вот такие вот футболки с шортами. Смотрите, какие красивые. Купальников множество, просто множество. Показать все прям займет очень много времени. Ну, покажу просто вот цены. Цены вот, смотрите, 340, сейчас 135. И для мужчин очень большой выбор спортивных шорт здесь. Ой, спортивных, плавательных. Ну, это называется не плавательные шорты еще, конечно же, они называются пляжные. Пляжные, пляжные шорты. Потому что для меня плавательные шорты должны включать внизу плавочки. Здесь такого нет. Поэтому, так сказать, одели низнее белье и вперед. Но тоже расцветки потрясающие. Просто супер. Супер. Смотрите, сколько шортиков. Очень много. Очень много. Так что не торопитесь покупать пляжную одежду в Молах. Приезжайте в Аутлет Мол и здесь вы выберете, конечно, с большой скидкой пляжную одежду. И для малышей тоже есть. Вот даже для серфинга есть. Очень много. Ну и плюс очень много обуви, спортивной одежды. А что я пошла мерить? Вот какие топики красивые. Вот какой Найки. Майки какие красивые. Ух. Термоядерный цвет. Это женская. Это женская. Вот у меня такие спортивные шорты, только черные. Внизу велосипедочки, сверху шортики. Адидас Стелла Маккартни, пожалуйста. Вот такое еще Адидас Стелла Маккартни. Топики, смотрите, какие красивые. Лиф внизу и сверху одевается сеточка такая. И вот такие вот тоже необычные безрукавочки. Стелла Маккартни вообще вся необычная одежда. Смотрите, какие брючки красивые. С молнией. И здесь вот такие утепленные. А сзади? А сзади вот так. Ну, очень красиво смотрится. Для теплого времени года 300 дирхам они сейчас стоят. Уверена, что это со скидкой минимум в 50%. Вот такие вот тоже необычные веси. Вот такие облегченные прям курточки. 300 дирхам она стоит. Очень легенькая, такая красивая. Внизу сеточка. Вот такой тут цвет еще есть. Вот Стелла Маккартни. Вот, кстати, может быть, надо посмотреть всю сцену. Мне вот такая очень нравится. Футболочка. Сколько она стоит? Давайте посмотрим. 100 дирхам. Очень она мне нравится. Сейчас пойду мерить. Так, это у нас XS. Но выглядит, конечно, не как XS. Поэтому это L, ну прям огромная L. У меня, кстати, медиум размер уже. Вот M. Скорее всего, она подразумевает, что должна быть такая свободная. М-очка, что здесь еще есть? Белая. И вот, посмотрю. Ой, сзади как красиво. Поснимаю немножко ASIC с модели. Вот и цены сразу. Сейчас из 520 дирхам скидка до 235. Вот такие красивые. Вот какие-то уже кратненькие, красивые. 300 дирхам они сейчас стоят. И вот такие тоже есть. Супер просто. И вот, смотрите, какие необычные. В сеточку. 195 они стоят сейчас. Беленькие. Здесь огромный выбор. Огромный просто. На детишек есть. И Adidas. Вот кеды есть классические. 250 стоит. Вот, наверное, удобно одел. И побежал. 290 стоит. Вот, красивый. Какой цвет мятный. Они, наверное, недорогие, потому что они полностью из ткани. У меня 215 все равно. Стэн Смит. Коллекция. О, какой эффект. Инники. Adidas. Инники. Сколько они стоят? 275. Такие легенькие прям. И вот. Ну что там у нас? Что у нас там? С купальниками. Где бабушка? А бабушка при чем тут? Вот тоже какие аккуратненькие. Adidas. Что это? 250. Ой, махнашки какие. Вообще, смотрите. Букли. Ой, какие легкие. 650 стоили. Сейчас 300. Какие же они легкие. Сейчас это тоже был. Наверное, это не сейчас. Это, наверное, сезон прошлого года, когда известные все бренды выпускали обувь такую, знаете, женскую. Туфли там какие-нибудь вечерние. Сверху вот такой сеточкой. Облепляли их. Не знаю. Бабушка Нартош что-то присматривает. Или присмотрела уже. Афиксы легкие такие прям вообще. Я думала, это мужчина. Это женщина. О, красота какая. Нью-балансы. Вот пума кожаные. Прям такая хорошая кожа. Нью-балансы по 275. Кстати, это 574, наверное, наша модель. 275 дирхам всего лишь. Вот такие я выписывала по 80 долларов из Америки. Ну, в общем, с обоюю, наверное, все. Пока. Пойду сейчас дальше. Конверсы. Конверсы тоже здесь есть. Вот. Красивые. Тоже большой рай. На все размеры. На совсем маленьких. И на подростков. Очень много. Смотрите, сколько. И это вот вся оба. Вот так же много носочков. Гетры, гольфы, головные уборы. Вот носочки надо будет тоже взять. Потому что в спортзал лучше носить носочки вот такие высокие. Вот так смотрятся футболочки у нас с Маней. Такие яркие, красивые. Даже гулять в них можно. Прям команда. И здесь, конечно, уже огромный выбор. Не такой, как был на распродаже, где я была недавно. Огромный выбор. Цены тоже маленько пугают. Смотрите на модели. Потому что вчера мы покупали Крокс. Я себе, кстати, тоже купила. Покажу в следующем видео. Я себе купила беленькие. Вот такие. Но здесь не цветочки у меня, а такие жемчужины. И их можно удалить и вставить любые украшения. Они отдельно продаются. Очень классная обувь. Комфортная для путешествий. И вообще супер. Ну и так же на пляж ходить. Да и по дому тоже можно. Можно как сланцы, да, кто знает. Либо одевать уже с пяточкой. Так вот, мы купили их по 69 дирхам. Вчера на распродаже. Здесь цена. Здесь цена. Где там цена? Ой, закрытый. Короче, здесь цена где-то 100. 119-120. Вот такие разноцветные будут дороже. Но, если вы берете 2-3 пары, то будет половина цены. То есть уже будет там 130-140 дирхам. 50 дирхам еще. Мы взяли сейчас 3 пары. Мы взяли нашим. Вот какие красивые тоже. Вот. И, в общем, для детишек тут здесь много. И главное, что размеры все. И вот мы берем сейчас 3 пары для того, чтобы получить 50% скидку максимальную. Но 50% от первоначальной цены. Итого будет цена где-то средним на обувь 80 дирхам. Вот. Вчера мы взяли за 70, сегодня 80. Поэтому не такая большая разница. Вот. Обувь потрясающая. Меня спрашивали сделать обзор магазина Krox. Я делала обзор в Дубай Моле, по-моему, были. Но, знаете, здесь нисколько, не меньше выбор. Просто огромный. И вот дополнительно такая вот есть акция, когда скидка от покупки 3 вещей 50%. Поэтому любителям Krox. Мол, вот лет мол, пожалуйста. Ваня 38, говорят. А 38? Как здесь должна быть еще восьмерка? Нет, ты нас, смотри. Вот это вот здесь написано на 39-40. Это одна нас с тобой. У меня есть жалоба к Атлету Молу. То, что я считала, что мы погуляем 4 часа. Но нет. Этот Мол работает до 11. Хотя в кухне написано, что... А вот лет мало работает. Вот с 7 до 10 часов вечера. Уже 11. 11 часов вечера. Мы гуляем уже 5 часов. А почему? А потому что магазины не закрываются. Все магазины открыты до сих пор. И... Ну вот, нашопились, едем домой. Время 12-й час ночи. Мы только сейчас едем. Находились сегодня, наверное... Включили везде свет, потом спрашиваю нормально. Находились сегодня, наверное, ночью большое количество километров. Может, километров в 6 точно. Едем домой. Покупочки покажу позже. Взяли подарочки. Без этого мы не можем. Ой, что-то у меня с волосами. Чем подальше. Вот, и нам теперь очень далеко ехать. Теперь на самом... До Марины практически. Ну, не практически, а в другой конец Дубая. Ну, столько всех убили, когда. Всем-всем. Да, всем-всем. А дитенкам наши маленькие, мы что-то понесколько. Ну, молодые дитенки могут быть. Поэтому те, кто приезжает в Дубай, говорят о том, что не стоит посещать Аутлет Молл. Если у вас особенно большая семья, и если вы хотите что-то действительно купить за скидкой, лучше ехать в Аутлет Молл. Особенно большой выбор очень спортивной одежды. Что еще мы там большое видим? Спортивная, да, такая? И обуви хорошие много. И скидки хорошие, и дополнительные скидки есть. Вот мы в Адидасе купили три вещи, и дополнительная скидка уже к существующей была еще 30%. Еще и у меня в курсовку купили. Также вот на Кроксы тоже так у них 30% стоит. Но если покупаете три пары, то сразу 50% скидка уже становится. Ну, а если вы приехали, буквально вам что-то понравилось, одна-то вещь, то, конечно, лучше идти в Дубай Молл и не терять время. Дубай Молл займет у вас, может, больше дня, день-два. Все, едем. Завтра у нас четверг, и завтра у нас будет закупка в Карфу. Да. Субтитры сделал DimaTorzok